Итак, Валерий Желтая карточка с красным углом получает предупреждение за превышение лимита и собой категории. По углам. Да, за превышение веса предъявляется желтая карточка. Судьи готовы! Готовы! Ну и вы видите вы статистику официальную Владислава Малахова, о которой мы уже сейчас разговаривали с Алексеем. 1-1 все-таки значится по версии ProFC, но опять же на Topology 3-2. Итак, ладно, это все детали, переходим уже непосредственно к перипетиям самого поединка. Сразу попытался занять центр клетки Владислав Малахов, активно работает передней рукой, старается максимально динамично передвигаться на сближении, на скачке опять бьет джеб, но пока что без каких-то серьезных потрясений для его оппонента. Ростов Мавлюдов все видит, контролирует дистанцию. Пробил один ростолк-кик, также пробивает уже его оппонент, он немного повыше. Неторопливое начало. И еще один лоу-кик по нижней стороне хлестко пробивает боец, представляющий Донецкую Республику. Но сегодня будет немало бойцов, представляющих Донбасс, соседний край для Ростовской области. И уже давно сложилось такое взаимное сотрудничество, партнерство, продуктивное. И еще раз обратим внимание на ту самую желтую карточку, она ставит его в не очень комфортное положение как раз. Вот там Мавлюдова, минус один балл. И сейчас есть проход, бойца из красного угла пытаются спуститься ниже, но тейкдауна мы пока не видим. Под одну ногу корпус будет, телевизор выдергивает. Докрутить не получается. Но все-таки усадил, усадил на пятую точку Мавлюдов Малахова. И вот сейчас пробует как раз таки выйти из-под захвата, обойти защиту, заходит за спину Рустам Мавлюдов. Неплохой контроль. Там, по-моему, попытка зацепа еще была за ногу в исполнении Мавлюдова. Но пока что в любом случае... А вот здесь за сетку схватился. Да, схватился за сетку, но, по-моему, все-таки тейкдаун удалось провести, но не удалось закрепиться Рустаму Мавлюдову. Но, тем не менее, не оставляет он попыток, так или иначе, затащить в партер своего оппонента. Переваление Багет все видел. Но предупреждение, если сделал... Владислава Бабулахова, его вкусная. Продолжается борьба, продолжается клинч. Еще один заход и вновь стягивает на настил Рустам Мавлюдов оппонента. Надолго ли? Есть. Судик все видит, ноги заправленные. Так, ну и что, попробует сейчас Рустам Мавлюдов на удушение выйти сзади? Хороший замок на пояснице, да, попробует. И времени еще очень много. Скорее всего, тут несколько ударов нанесет, для того, чтобы расточить оппонента. Да, расточить, размягчить и все-таки заправить руки. Вот одну уже запустил под подбородок. И пытается закрыть замок Рустам Мавлюдов. Тут еще и растянуть надо оппонента, который защищается. Насколько, насколько это возможно здесь и сейчас. И тут же осыпает ударами справа и слева Рустам Мавлюдов. Подбородком пытается себе помочь. Спортжан с сеним углом, но не получает. Еще несколько ударов придется нанести, скорее всего, Мавлюдову. Он никуда не торопится. Делает все очень правильно. Ну и времени еще предостаточно до конца раунда, для того, чтобы все-таки довести до ума задуманное Рустаму Мавлюдову. И что-то надо предпринимать, конечно же, Владиславу Малаку. Сбрасывать, пытаться встать. Хоть это и не просто, но достаточно плотно закрыл ноги на корпусе своего соперника Рустам Мавлюдов. Рустам Мавлюдов колдует сверху. Чистых ударов наносить практически не удается. Но самое главное, это смутить соперника. И да, захватит ровно, похоже, есть. Вдушающий захват и сдается тут же Владислав Малаков и яркая и дотрочная победа Рустама Мавлюдова. Да, ну Рустаму Мавлюдову ничего не оставалось, кроме того, как стремится к досрочному финишу учит своего оппонента. Рустам Мавлюдов уже в принципе все пошло в одну калипку. Победу одержал Рустам Мавлюдов! Наше поздравление!